Продолжение следует... Здравствуйте. Продолжение следует... 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 И вторая причина, которая уже такая, тоже очень важная, это то, что Чехия боится, что вместе с беженцами в страну прибудут исламисты. Ну, Чехия, судя по всему, неспроста боится. То, что происходит вокруг Чехии, я имею в виду Германию, я имею в виду Францию и Великобританию, в общем, лишний раз укрепляет мысли о том, что Чехия поступает правильно. У меня вот какой вопрос, мы действительно с вами ведь несколько месяцев назад беседовали на эту тему, которая, когда мы как раз говорили о том, что беженцы, которых Чехия вроде бы даже была готова принять, они получают там какой-то первоначальный подъемный, а потом быстренько убегают в Германию, потому что, ну, условно говоря, там кормят лучше. И тем не менее, Чехию все равно заставляют, то есть 12 человек Чехия приняла не потому, что она не хотела принимать, а потому, что они просто не хотели там задерживаться. Нет, действительно, она приняла 12 человек, потому что она приняла 12 человек, потому что она не хотела. Как сказал вчера комиссар по внутренним делам Евросоюза, Чехия, или кто-то из еврочиновников, Чехия одна из тех стран, которая настолько дотошно проверяла и проверяет беженцев, беженцев, что вот в результате вот этого актива 12 человек всего и проверили. Та программа, о которой мы с вами говорили несколько месяцев назад, она была не в рамках ТОО, она была такая гуманитарная программа одной общественной организации, которая занимается беженцами. И я напомню, что тогда в этой программе приняло участие 84 беженца, это несколько семей, как мы понимаем, в результате чего в Чехии осталось только 34 человека. Скажите, а вот вы обронили такую фразу, Чехия дотошно проверяла этих беженцев. То есть мы беседовали несколько раз с журналистом из Германии, с Евгением Кудрисом, который, и вот мы как раз с ним обсуждали, что Германия, вот та самая Германия, которая славится своей педантичностью, вообще не проверяла. То есть люди приходили в разных землях, они получали пособия, получали пособия, переезжали в другую землю, там получали новое пособие. То есть вот этот вот бардак, который царил в Германии, который никто не ожидал, и в принципе то, что происходит в Германии с наплывом, так сказать, беженцев и с теми терактами, которые происходят, это очевидно связано. Так не, может быть, Чехии имеет смысл объявить, так сказать, итальянскую забастовку, то есть взять и действительно каждого досконально, пунктуально, дотошно проверять, и дальше все беженцы просто отпадут сами по себе. Дело в том, что, ну как, безызвестно, Чехии наполовину немцы, наполовину славяне, но в этом случае они оказались немцами больше, чем даже сами немцы. Вот именно с такой проверкой. Брать и дотошно проверять они, конечно, могут. Это все растягивается во времени, а Еврокомиссия требует 2600 человек до конца сентября. Вот, это первое. А второе, то, что общий фон настроений по отношению к беженцам у населения таков, что ни одна из политических партий не возьмет на себя, особенно перед парламентскими выборами, не возьмет на себя риски заявить о том, что прием беженцев будет продолжен. Это просто, то есть это проигрыш на выборах сразу. В этом смысле политический, весь политический спектр Чехии, он един. И правые, и левые, и центристы, все выступают за то, что квоты не работают, в том, что нужно эту систему реформировать. Чехии, по большому счету, они не против помогать, но, как они говорят, мы помогаем, как считаем правильным. А правильным, это то, что мы выделяем деньги на содержание людей в этих лагерях в Греции и в Турции. И то, что мы посылаем своих специалистов работать на границе в рамках программы Frontex. Чехия больше всех специалистов туда послала из всех стран Евросоюза. То есть наше правительство считает, что важнее бороться с, не бороться, скажем, решать вопрос с миграцией, не запуская к себе в страну. Ну, с этим трудно, конечно, спорить. Скажите, так а что же получится? То есть в результате Чехия заплатит вот этот вот гигантский штраф, но на этом Евросоюз, судя по всему, не успокоится? На этом Евросоюз не успокоится, потому что сначала гигантский штраф, а потом будет штраф, который выплачивается каждый день. Ну, как вот, пинем, да? Ирина, так это вот тот самый бандитский счетчик, про который я говорил. Ну, вот так. Из 90-х. Привет из 90-х. Пока Чехия не сдастся, скажем так. Но дело в том, что наши политики рассчитывают, что они смогут убедить Еврокомиссию в том, что эти квоты не работают, и то, что они поступают правильно. Но Юнкр, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкр, который буквально гостил нас здесь на днях, он уверен в своем мнении, что солидарность должна быть, и разрешено распределять беженцев, что надо это делать, и страна должна подчиниться. Вы знаете, интересно, мы у себя в газете, безусловно, об этом тоже пишем, и как у нас русскоязычные читатели, как и у вас, зрители. И что меня так удивило немного, что в комментариях наши читатели пишут, что готовы даже сброситься на этот штраф, лишь бы чей-то... Да, только не пускать. Вы знаете, я позволю себе напомнить цитату из замечательного фильма «Операция И». Вы помните, когда там они на стройку пришли, Шурик, у вас несчастные случаи на производстве были? Нет, значит, будут. То есть в Чехии, слава богу, террористических актов пока что не было, и дай бог, чтобы их не было никогда. Мы, к сожалению, узнаем, что это такое. Большое спасибо, дорогие друзья, мы беседовали с главным редактором газеты «Пражской экспресс» Ириной Шульц. Ирина, всего доброго. Спасибо вам большое, до свидания. Мира. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова